Вот. Теперь очень интересный вопрос, абсолютно такой, который мы возвращаемся в очередной раз на новом витке, поскольку ряд коллег накопили там свои картотеки базы данных, и есть такой вопрос, то есть, допустим, накоплена большая картотека, сейчас вам покажем одну из таких картотек, всего лишь крупнейшую в мире, всего лишь как бы, да, в мире, в мире. Вот. И, соответственно, действительно, вот некая база данных выдает решение 100, либо 600. То есть, из опыта могу сказать, что, соответственно, люди, просто-напросто, вот современные менеджеры, они могут выдержать хорошо все получаса, то есть, ну, 40 минут – это где-то время Нобеля уже. То есть, за 40 минут 600 решений они даже не прочтут. Вот. Вот. Дальше возникает вопрос. То есть, очень большая база данных, а пользователь, ради которого все сделано, ну, мягко говоря, не справляется, да, вот мягко говоря. Вот, как бы, странная проблема, да, слишком хорошо. Вот выданы осмысленные решения. На счет 600 из 100, сейчас вы увидите 135 решений. Ну, давайте посмотрим еще одно слайд. Вот. Вот, как бы, вот очень интересная история. Вот, соответственно, правильный ответ. Значит, как бы, нас, школа, получает мыслить одним решением. В ряде случаев это одноходовки. Иногда в старшей школе проходят, иногда они проходят, но забываются системы уравнений, там, или кривые, либо нелинейности, которые выдают несколько решений. Но обычно это забывается. В ВУЗе культуры решений, особенно не в инженерных ВУЗах, вообще отстает. Соответственно, правильный ответ, что если мы профессионалы, то, соответственно, просто собранные картотеки, без всякого креатива, творчества, матрицы, Викензии и так далее, действительно способны выдавать сотни решений, сотни решений, да. То есть, это получается такая сетка решений, сетка решений, где нам нужно выбрать уже из этих решений оптимальное. Понятно, что если в картотеке сотни решений нет, то из головы, голова перекрывает кончик, краешек этой косынки, сетки, называйте, как хотите ее, всего лишь. Поэтому стремимся к профессиональным вещам. Ну, давайте посмотрим крупнейшую базу, крупнейшую базу в мире. Вот крупнейшая база в мире. Это наша программа, имеющая название, неудачное название, не буду говорить, почему неудачное. 101 рекламоноситель. Соответственно, если вы внимательно посмотрите, вот где у булыжника, там камня на берегу Финского залива, в Сестрорецке, вы увидите там 135 решений. Вот просто играя настройками, то есть это крупнейшая база в мире, мы смотрели, нашли некие, очень слабые аналоги в Америке, не буду их рассказывать. В принципе, одна из причин, почему название плохое, выяснилось, что есть 2300 решений примерно, точнее, 2330 решений. Это не считая интернет, который перекрывает способы продажи, способы маркетинга, рекламы и так далее. Соответственно, если у вас быстро бегают ручки, то, соответственно, вот вам как бы стоит какой-то сеанс, я его снял с экрана своего компьютера, она вам выдает конкретно 135 решений, 135 решений, да. А как бы средний менеджер, даже как бы там, если ему угрожать, как бы показывать красивую женщину, то есть он способен сконцентрироваться вот на этом экране. Соответственно, на полчаса, да. Давайте посмотрим, какие отсюда возникают проблемы на будущее. И вот, соответственно, возникают, то есть решения есть, теперь как бы нам нужно не просто решение, но нужны лучшие практики, проверенные практики и так далее, и так далее. То есть, соответственно, причем как бы критерии могут меняться. Напоминаю еще раз, по-моему, я говорил, что-то в предыдущие, я уже забыл, то ли последующие лекции, что до 11 сентября в аэропортах США главный был критерий, чтобы дурно понятая клиентоориентированность, чтобы клиент походил быстро, чтобы его на этих, скажем, сканерах его там не замораживали, да. Значит, соответственно, когда проанализировали те люди, которые влетели в торговую башню, вот как раз до торгового центра, до вот этого химирного торгового центра, соответственно, компьютер агал, что по поводу трех из пяти, вот три человека из пяти, которые захватили самолет с помощью канцелярских ножиков, соответственно, он агал, как бы, да. Но главное, главное что? Главное удобство клиента, их пропустили быстро, как бы с канцелярскими ножиками, которые вроде бы небольшие. Ну, масса, десятки мужиков на борту испугались ножиков, которых, ну, неприлично просто пугаться и так далее, на школьники таких ножиков не боятся, скажем, ну и так далее, просто. И, соответственно, критерий изменился, то есть критерий сейчас стал безопасности не только в США, это аукнулось во всех странах мира. Так вот, соответственно, когда мы начинаем набирать много решений, вы видите, какие проблемы возникают, что-то похожее мы уже называли, но это настолько важно, настолько перспективно, настолько стратегично, что мой совет сделать еще раз. И, соответственно, демонстрировал еще и еще раз простую, извините меня, я сам автор, поэтому я имею право, абсолютно дубовую методику, которая для малого и среднего бизнеса. Она очень чрезвычайно простая и так далее, и так далее. Другое дело, что с помощью этой методики для Сбербанка, для МТС, для Мегафона, для МТС и так далее, где в свое время прогнозировались их экосистемы для начальников отделов. Другое дело, но это отдельная история, и так далее, и так далее, и так далее. Как-нибудь, и так далее, и так далее. Вот, идем дальше. Итак, на ваших глазах, частично с вашей помощью учеников, с помощью коллег создан наиболее интеллектуальный русскоязычный канал. Это означает, что и женщины, как бы, женские доклады, женские работы обычно вызывают привлечение каких-то неадекватов, которых мы выкашиваем, естественно. Так вот, тем не менее, на этом канале комфортно, очень уважительно, очень церемонно можно обсуждать какие-то сложные вещи. Обратите внимание, я не гарантирую, я могу гарантировать, когда я консультирую, что нужно делать так, если я взял сюда консультацию, да, но я на канале не гарантирую, что мы решим. Ну, по крайней мере, мы можем наметить подходы к решению довольно сложных проблем. Никаких близких аналогов по качеству материалов видео, по нашей тематике, и, соответственно, вторая дополнительная вещь, на которую все плюют, кроме нас, по поводу качественных комментариев, мы не нашли. Ну, если кто-то найдет, то, соответственно, уже пошел третий год, как мы и ищем, русскоязычные. Соответственно, ведите себя прилично, если вы хотите работать на наиболее интеллектуальном канале, то, соответственно, вы начинаете с семи правил. Как говорил Юрий Михайлович Лотман, культура начинается с запретов. Вот у нас есть семь запретов на те глупости, о которых я сегодня рассказывал, но и не только сегодня рассказывал.